Уважаемые жители Алтайского края, дорогие друзья, вот уже неделю наш регион живет в условиях самоизоляции граждан. Хочу в первую очередь поблагодарить всех вас за понимание и ответственность, проявленные в этой сложной ситуации. Обстоятельства довольно быстро меняются, поэтому сегодня я внес ряд существенных поправок и дополнений в ранее принятый указ. Расскажу подробнее, о чем идет речь. На территории края зарегистрировано уже 12 случаев заболевания. Это значит, что вирус распространяется. Поэтому наша главная задача продолжать выполнение всех предписанных мероприятий по противодействию и борьбе с инфекцией. В дополнение к уже принятым решениям мы отменяем весеннюю охоту. К сожалению, прошу охотников отнестись с пониманием. В целях профилактики коронавируса мы временно приостановили оказание плановой медицинской помощи, включая проведение плановых профосмотров и диспансеризацию. Стоматология тоже работает в режиме экстренной и неотложной помощи. К сожалению, нет пока возможности разрешить работу учреждений и организаций, оказывающих услуги, которые предусматривают очное присутствие граждан. Дорогие друзья, президентом нашей страны установлено, что в этих условиях смогут продолжить работу непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, организации, выполняющие неотложные работы, банки, страховые компании, нотариальные конторы, организации, оказывающие ритуальные услуги. Кроме того, правительством Алтайского края сегодня утвержден перечень отраслей экономики и видов деятельности, которые должны продолжить свою работу. Он включает в себя достаточно широкий список отраслей, таких как производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, производство химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, производство металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования, производство автотранспортных средств, мебели, бумаги и картона, лесоводство и лесозаготовки, производство изделий из дерева, производство удобрений, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, такси, ветеринарное обслуживание, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов, функционирование систем жизнеобеспечения, дорожная деятельность, деятельность в сфере информационных технологий, ремонт обуви, пошив одежды, ремонт бытовой техники, услуги химчисток и прачечных, услуги автомобильного сервиса, охранная деятельность и многое другое. Совместно с правительством Российской Федерации мы ведем работу над пакетом мер экономической поддержки тех видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии. Отмечу также, мною дано поручение на регулярной основе организовать дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, в общественном транспорте, а также дезинфекцию зданий железнодорожных, автовокзалов и остановок. 80% всех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией сейчас регистрируется в Москве. Поэтому вплоть до особых распоряжений по постановлению главного санитарного врача Алтайского края вводим 14-дневную изоляцию для всех прибывающих в наш аэропорт из Москвы. В этом случае жители Алтайского края будут проходить самоизоляцию в домашних условиях. Жители других регионов, прибывающие в Барнаул, будут изолированы в специально отведенных местах. Далее. В 62 наиболее крупных населенных пунктах для всех граждан пока будут действовать прежние правила и ограничения. Список этих городов и сел утвержден моим новым указом. На остальной территории края граждане в возрасте до 65 лет могут вернуться к обычной жизни. Люди старшего поколения при этом все же себя должны поберечь. Помогите им в этом. Для тех, кто имеет хронические заболевания, режим самоизоляции является строго обязательным. Это тоже очень важно. Там, где хотя и действует режим ограничений и самоизоляции граждан, это, я напомню, наиболее крупные населенные пункты края, все же возможно пройти или проехать, чтобы помочь своим родственникам или вернуться от них. Также допускается проехать к себе на дачу, в загородный дом и тому подобное. При этом необходимо иметь при себе паспорт. Дорогие друзья, все ограничения пока действуют бессрочно. Если ситуация изменится в лучшую сторону, срок их прекращения будет сразу же определен. Повторюсь снова, это вынужденные меры. Прошу вас быть внимательными и ответственными. Наша общая задача сохранить жизни и здоровье людей, сохранить наш край. Будьте здоровы, берегите себя.